Вы меня давно просили найти ножницы, подобные моим, с микронасечками, 7-дюймовые, но только не такие дорогие, как мои. И я это сделала! Hi everyone, с вами Eva Lorman, я автор и ведущий этого канала, который посвящен красоте. Мой девиз, красота это просто! А сейчас внимание, фокус! Как вы думаете, можно ли за три среза подстричь вот эту массу волос? Смотрим раз, два и три! Какой плавный ход! Почти как нож самурая! Волосы под ножницами не складываются в гармошку, не деформируются, не съезжают со своего места. Вот как они были зафиксированы под 90 градусов в свободном падении, так они и остаются в этом положении. И все это благодаря длинным ножницам, 7-дюймовым ножницам с микронасечками. Вот они эти чудо ножницы, которые являются достаточно дешевым аналогом моих ножниц, о которых вы уже все знаете. У этих ножниц также есть микронасечки на одном полотне и это позволяет без скользящих движений просто-напросто легко подстричь любую массу волос. Эти чудо ножницы как раз, наверное, являются самой неотъемлемой частью для моей быстротехники стрижек. К этим ножницам обязательно в комплекте идет вот такое устройство, которое называется ключик. Это зажим для полотен. Он применяется для того, чтобы вы зажимали полотна, потому что они со временем начинают раскручиваться. Это очень легко сделать и вот таким образом я сейчас вам раскрутила полностью этот замочек и вы видите, что полотна полностью закрываются, а это неправильно, это не рабочее положение ножниц. Рабочее положение ножниц должно быть вот таким. То есть, когда мы ставим одно полотно по отношению к другому перпендикулярно, бросаем полотно и полотна должны не полностью сомкнуться. То есть, вот такое идеальное положение рабочее считается для ножниц и для этого в комплект входит вот такой зажим. Вот сюда его надо вставлять и крутить до тех пор, пока вы не добьетесь вот такого положения полотен. Покажу вам еще раз тест. Это обычные ножницы без микрозубчиков на полотнах и они еще и короткие. Ну как короткие, классические 5 и 5. Так вот смотрите, что происходит с волосом между полотнами. Волос начинает двигаться по инерции. Во время зажима полотнами волос ускользает и это так неудобно. Мне всегда это не нравилось. Я всегда работала в быстротехнике, где нужно было срезать большую массу волос и это свершилось убогий. Посмотрите, волос зафиксирован надежно между полотнами, он не скользит и получается такой точный ровный срез. И это все благодаря микро насечкам. Ссылку на эти ножницы я оставлю в описании, где их можно приобрести и я должна сказать, что вы будете приятно удивлены цене этих ножниц. А еще вас ждет дополнительный плюсик. Это комплект. Эти ножницы идут в комплекте с филировочными ножницами и с бритвой. И вы обалдеете от цены, как и я в принципе. Ну по крайней мере на момент выпуска они стоили очень дешево. Мои ножницы отличаются от этих конструктивом, то есть свои ножницы мне не приходится постоянно подкручивать. Наверное это единственный минус этих ножниц, но по крайней мере ими также можно работать периодически подкручивая этот замочек. Это как бы присуще именно китайским ножницам. Есть противники таких ножниц, типа слайсинг ими нельзя сделать. И что для слайсинга сгодятся как раз таки древние ножницы с прямыми ровными полотнами. В общем я на сто процентов уверена, что за ножницами с микронасечками и быстротехниками стрижек будущее. Кому понравились ножницы, приобретайте с удовольствием, а я вам желаю всем успехов и удачи! Надеюсь ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления, а я на этом канале выпускаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye bye everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео!